сегодня у нас очень теплый день 29 градусов решили смотреть маток татарских где остались где заменились чтобы уже точно найти с меткой матку ну или без метки и сделать выводы как раз сравним развитие относительно других семей ну и кто надо сравнивать с отводками до по логике не с теми семьям расплод вроде неплохой рыжих пчел кстати не так мало молодых много пчел уже яйца есть значит матка сейчас посмотрим можно они уже сменились тут рано выводы делать ну да может у нас поражение нет не вижу а ну они у нас облетывались на рабсом тачке да да на рабс но они почти верно рабсу или не почти не все делать не помню до монстре сколько ножки вот такие перговые рамки можно выдергивать но я имею что вот раз первую нас так хорошо берут вот да понятно что это как есть приедем так и не да и и не про это и говорю от водки когда формировать можно взять сушь расплод хороший какая никакая какая матка неизвестного расплод хорош много молодой пчелы и она лупится стала я говорю 2 корпуса вот вот ставить сейчас будет каждый день сила возрастать да нет вначале скалы рыжих много не так много ну по десятку на рамке бегай ну так же как и все другие семьи не больше не меньше да нет потом пересаживали вообще чернухи были все блин ну должно ну вот мы может тут на краю о не одни матка брышка толстая было у кого расплод от корки до корки это поскольку вы ты говоришь семьях расплод он был сейчас продавали в среднем практически везде на восьми рамках но так что печатный полностью на где-то 67 как выросли ли вообще отлично ну лишь во первых в 14 рамочных они лучше растут там выходит но скорее вроде бы да вот подумать что тут та щелочка да ну вот знали уже давно это заметь особенно как час ветра фьюис мы думаем девочка много значит явно тут не было нет вид матка вроде молодая да не молодая метка не вид но то и хорошо метка сохранилась осмотр очередной семьи где должна была остаться матка еще один 108 там еще но пчелы на ведь темные Ну куда я пчел сниму? Ну тут пчел вообще он темненький все, вполне возможно, что здесь осталась матка. Ладно, будем искать. Нашли матку. Ну-ка покажи. Ну тоже без метки, тоже Мениная. Вот она. По цвету, кстати, матка как она. Метка хорошая по цвету. Ну и та хорошая была по цвету. В соответствии в среднерусской, так сказать. Но здесь пчелы вообще все темненькие. Видать там какой-то школьной трутин все-таки долетел. И пчела, кстати, крупная. Вот для этого и смотрим. Так, но сила вроде хорошая. Смотрим пчел. Пчелы вроде помельче, чем в предыдущем. Помельче пчелы, да. Рыжих чуть-чуть попадает. Ну уж 1%. Так, дальше ищем матку. Ладно, будем искать. Нашли матку, вот эта татарка. 108. Расплод, кстати, неплохой. На пчелы с рыжиной какой-то процент попадается. Да нет, я как-то сильно не вижу. Нет, но все равно есть. Не сказать, что их вообще нет. Вот предыдущая семья, вот 105. Там вообще ни одной рыжей нет. Теперь вот этот улей, у него был страшный скосфероз. Матка там менялась. Но еще раз убедимся, поменялась она или нет. Ну что, скосфероз исчез. Ну, слабая семья. Видим, что у нее самый слабый лед. Сейчас проверим сейчас. Ну, то есть, говоришь, у нее вроде менялась, да, матка? Ну, мне кажется, менялась, потому что скосфероз напал. Сейчас это и пронаблюдаем. Вообще, пчелы нету. Вообще, какая безматочная стала. Нет, нет. Да, как слабая семья расход. Кстати, задвижек нету в семье. Нету вроде, да. Я не нашел задвижки. И думаю, что... О, матка вот она. Матка уже сменилась. Цвет матки хороший. Ну вот, видимо, из-за холода семья отстает. Надо одну задвижку поставить и все. Сейчас поставим задвижку. Пчелы вроде по цвету, ничего. Вот это семья. Пчелы вроде темные. Сейчас будем смотреть. Тоже, кстати, задвижек нету, но вроде сильные. Да, здесь сильнее. Да сколько у нас их 10 или 9, ты говоришь? 8. 8. А, 8 даже. Одна подержит. Матка с меткой. Матка с меткой. Вот она. И пчелки хорошие, темные. Здесь вроде даже рыжих не видно. Расплод доставать не будем. Сбоку хороший. Так вот, это получается третья, да, у нас осталась матка? Уже. По силе нормальная. Хорошие пчелы все темные. Так еще матка тут везде яйца. Вот матка. С меткой. С меткой. Пчелы тоже хорошие. Ну, 5. Тоже вот. Отлично. Тут получается вот в одной мечной чуть-чуть рыжие были пчелы, а в трех вообще хорошие, темные все. Так, а ты запомнил, в какой чуть-чуть рыжий? Надо записать, чтобы мы маток не выводили от вас. Чуть рыжие пчелы в 100. В 108-м. В 105-м наша матка без метки, и она черная вся семья. В 108-м рыжеват. В 51-м, да, мы еще смотрели сегодня? Ну, какой-то мы из этих смотрели, я говорю, что рыжий их много. Какой-то из двух. Там, по-моему, не было разговоров. В 95-м. А, в 95-м. Вот матка сменилась, там наша, но там рыжие попадаются. Ну, там сменилась матка, тут уже разговоров нет. Не, просто тебе говорю, что мне есть. Во всех остальных пчелы хорошие, темные. Какой еще осталась семья. Ну, попадаются пчелки с рыжиной. Ну, я написал, что смена. Может быть, она и смена, на самом деле. Тачок здесь был у нас для взятка, не изолированный, поэтому спариться не могли с кем угодно. Такие семенялись, я имею ввиду. Ну, а потом еще это, рассказать про татарских этих пчел еще так подробно. Ну, вот расскажешь, чтобы видео вставить. Чтоб не было там недомового какого-то. Ну, по развитию я бы не сказал, что они отстают, не развиваются. Нормально, ни счет не хуже. Все они хорошие. Не развиваются, когда они больные. Не, ну, кто-то говорил, что я тебе побрал там маток, они не развиваются. Ну, конечно. Выше шести рамок не растут. Говорить можно много чего. Говори, не говори. Так, ладно, будем искать. Вот матка вениная. Ну, вот они пчелы, пожалуйста. Рыжие пчелы тут есть. Рядом с деревней тачок был. Зато шикарный расплод. Наметана в этом году хорошо должна отработать. На. Это вот, F1. Как они любят называть. Рыжие пчелы. Рыжие пчелы. Продолжение следует...